Всех приветствую, я Донис, мы продолжаем проходить Dying Light 2, и для начала мы соберем книжечки для нашей талии. Зараза, что там происходит такое? Это кто там блюет? Ты скотина! Мразь такая. Какие-то вы буйные ребята. Ну вот так, прямо в окна. Меткий залет. Ну. Собрание сочинений Говарда Лавкрафта. О, ктулху, все дела. Джуан Цзи. Не знаю, какое-то китайское произведение. Ну-ка, ну-ка. О, кассета. Для Алисы номер 2. Номер 1 нет. Давайте все-таки поищу, может найду номер 1. Ну вот эти кассеты тяжело находить. Ну, если ближе к концу игры не найду, тогда подсмотрю. В инете, где их искать? Махабхарата. Что-то индийское явно. Алиса, стране чудес. Одно из наилюбимейших произведений всех авторов. Так часто отсылки к Алисе в играх. Да вообще во всем. И в фильмах, и музыке. И еще в одном месте. Так, вторая квартира еще. Зараза, что такое? Что-то закорявилось. А почему я в итоге вообще упал? Окей. Так, и тут заданица, кстати. Блин, клавиши, перепутал. Королева чучел. Вот, я же говорил, тут надо еще походить, поискать задание. Голая женщина. Надо найти голую женщину. Что? Что? Кого ты ищешь? В том из-за гвоздка. Не помню. Мондио, стоило остановиться после первой крутисти. В одном из пугал лежит коробка с блестками. Но в котором... Ты делаешь пугало? Думал, тут творят искусство. Это и есть искусство. На них огромный спрос. А у меня отлично получается их делать. Я королева пугал. Изготавливаю их по индивидуальным заказам. Хотите ковбоя, красавчика или графа Дракулу на охрану вашего огорода. Я даже сделала копию покойного мужа для одной женщины. Любой каприз. Габриэль сделает все. Молодец. Зачем прятать блестки в пугале? Я хотела сделать пугало по особому заказу. Единорога пугало для одной милой девочки. Сдай мы эту девочку. Другие в целое состояние обошлись. Я хотела их спрятать. Но забыла, в каком испугало они лежат. И, наверное, от этой девочки пахло сиренью и крыжовником. Может, я сумею их найти. Помню только голую женщину и... И... Дерево. А пугало как-то казалось над ними. Похоже, ты в хлам была. Что за намеки, юноша? Глаза меня не подводят. Голая женщина и дерево. Они приведут тебя к пугалу, если ты человек широких взглядов. Угу. Широких взглядов, значит? Окей. О-о-о-о, прекрасно. А ты все ваяешь одинаковое. Это он с нее рисует, да? Ее портрет. Прекрасно. Так, сколько там? 106 метров, нормально. О-о-о, там на стене граффити, голая женщина и дерево. Ух, красиво, кстати. Фугала Гавриэль, должно быть где-то здесь. Хорошо нарисовано. Так, а где граффити? Как его собрать? Душевное спокойствие! Так оно выглядит. Я бы сказал, это душевные раны какие-то. Посмотрите, какое когтистое дерево. Какое же это спокойствие-то? Если вы действительно любите жизнь, не тратьте время зря. Потому что время, это то, из чего состоит жизнь. Брюсли. Правильно. Это и есть та голая женщина, да? Так, чучело где-то тут. Рядом с пугалом кто-то подставил кресло для чтения. А то, что здесь росло, умерло. Рядом с пугалом кто-то подставил кресло для чтения. А вот и блёстки. Девчушка будет рада. Прекрасное чучело. Не, ну в этих условиях это можно назвать искусством. С чего-то же надо начинать. Здорово, что у нас снова есть искусство. Вот твои блёстки, Габриэль. Это, наверное, самый короткий квест из всех. Бывает же. А почему бы и нет? Давай. Оно тоже будет с блёстками. Ну, хватит шутить. Я серьёзно отношусь к работе. Возвращайся, буду ждать. Надо не забыть вернуться. Королева чучел. Как запомним. Художественная мастерская. Так, а тут у нас книжечки. Который снял свой биомаркер. Так, идём на посадку. Три сообщения. скотина теперь можно послушать сообщение спокойно исторические записи сообщение сообщение еще одна зарисовочка из обычной жизни речные заводи тоже не знаю такую книжку а все мы все нашли окей кстати тут прикольно показана зона покрытия и опять написано что убежище не открытое это глюк какой-то да я же открывал его и оно было написано что открытое также здесь было написано что эти зоны открыты чё за нафиг я думаю что это глюки баги давайте эту радиовышку откроем и а а и и и и а я кстати туда уже залезал давно когда еще не надо было так берем кошку она нам скорее всего понадобится небо и так перелетел тут без проблем а вот сейчас кошка не сработала так ладно пройдем как положено а понятно потому что это в эту сторону надо так вообще прикольно ух ты тут можно и внутрь зайти но немного интересного ух ты блин синяя сумка была рюкзак и пусто меда мне хватает так ничего интересного нету пойдем мимо ребят этих тех проходим проходим сосед записок нет значит проходим ну паркур конечно топовые просто великолепные параплан немножко ломает его хотя сам по себе параплан тоже офигительный почему иногда эйден смеется когда круто получается да вот ох хорош реально круто просто топчик можно даже немножко полутать чтобы дух перевести Я тогда парапланом сюда залезал И в кривь, и в кость так Ты можешь сказать богоюзерством Так Ух Я не долетал вообще Все, мы на вершине, прекрасно Зона карантина Эта штука уже работает Так, где тут начать-то? Ух ты Ну давай попробуем Хорош А-ха Класс А, понял А все равно залез, окей Прекрасно Вот, зона покрытия А, сюда не достает, интересно, как она выборочно бьет Так, и где у нас тут ингибиторы? А их тут у нас и нету, я уже все собрал Хе-хе Окей Так, ну давайте тогда и эту откроем, раз мы высоко находимся Так, легче будет долететь Надо залететь на какое-нибудь высокое здание ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА а тот сам мужик вот как он так мог умереть просто сидя на месте и и и и и и и и и а сейчас прикольно на потоках будет очень красивый подъем крутяк и тут также даже аптечки нету ну где мои потоки кухнях залез тут раз повод также было ну давай хорош а Блин, это реально непросто. Хороший такой паркур, сложный. Зараза! Всё рассчитано. Готово. Ой, прокачка. Одну очко осталось. Прыжок после скольжения. Паркур у меня дольше прокачивается получается. Надо испытания пройти все на золото. И тогда, думаю, как раз будет очко. 48 тысяч надо набрать. Офигеть. Так, что у нас тут открылось? Заданица, кстати. Логово для Бриджит? Ну-ка ж. Офигеть. Хороший. В плане. Да. Офигеть. Девушки отдыхают. Так со мной обращаться. Кто этот негодяй? Вас кто-то обидел? Мой сын. Я посвятила ему всю жизнь. И чем он мне отплатил? Превратил мою жизнь в ад. В моем же доме. Я больше не могла этого вывести. И ушла. Куда пойдете? Я слышала, что неподалеку есть заброшенный контейнер. Когда-то он принадлежал миротворцам, но сейчас там никого. Ну, так было. Когда я пошла на него посмотреть, там оказалась толпа зараженных. А если я очищу его от зараженных? Сделаешь это? Я заплачу. Само собой. Где потом тебя найти? Я пойду в закусочную. Там всяко лучше, чем в доме, который превратил в ад мой проклятый сын. Выглядит как милая бабушка. Как сын мог так поступить с матерью? Вынуждена просить незнакомцев. Вот уж не так я рассчитывала встретить собственную старость. Я жила только ради него. И он мне так отплатил? Я думаю, тут еще что-нибудь всплывет. Она кажется не такой милой и простой бабушкой. Так, я немножко не долетел. Простите за беспокойство. Я просто мимо прохожу. Кстати, в таких зданиях могут быть кассеты, записки всякие. Но их все искать, это конечно жесть. Так, кто тут? Просто убрать зараженных, да? Окей. Это мне по плечу. Доброе работа. Тут, кстати, уже было одно задание, помните? Мы тут отбивали миротворцев. От ренегатов. По-моему, FPS опять просел. Ну, не сильно, но что-то есть такое, чувствуется. Офигеть, как он его объел, хорошо. Кстати, почему мы брали тему зомби, что они именно мозги любят? Это же круто было. В контейнере чисто. Помните классические зомби, которые ходили и кричали мозги и brains? Почему этого нету? Должны быть зомби, у которых какие-то зачатки сохранились речевые. Они должны говорить brains, что-то типа того. Это было очень атмосферно, очень круто. Знаете, вот вы где-то в комнате сидите и слышите шаркающие шаги. Там тень зомби появляется, и он что-то, мозги, и идет в вашу сторону. Вот она, настоящая зомби-атмосфера. Почему-то в последних произведениях я этого не вижу. И в этом вообще какая-то логика есть, что зомби именно мозги хотят. То, чего у самих нету. Посмотри, что приходится терпеть твоей матери в таком возрасте. Хватит драматизировать. У тебя совесть есть? Мам, выслушай меня. Я умру одиноко и всеми забытая. Мама, вернись домой. Я за тебя переживаю. Бродяжка, которую ты приютил, все еще там? Пожалуйста, не говори так о моей будущей жене. Ее зовут Сильвия. Ты знаком с ней неделю и уже называешь женой? Что ты вообще о ней знаешь? Я ее люблю. Больше, чем родную мать? Видимо, я ужасная мать. Видишь, этот милый молодой человек пообещал найти контейнер, где я в одиночестве проведу остаток своей жизни. Ну, мам! Тише! Ну, как все прошло, мой герой? Тиранствующая мать. Вот, твои честно заработанные деньги. Я могла бы оставить их сыну, но он этого не заслужил. Пожалуйста, вразуми ее, потому что у меня больше нет сил. Конечно, его надо подержать. Нужно уметь вовремя отпускать детей. Ты слышала? Если ты хочешь уйти из-за Сильвии, то я не буду возражать. А мне казалось, что у тебя такие добрые глаза. Манипуляторша. Все будет в порядке? Я за ней присмотрю. В конце концов, она моя мать. Спасибо за помощь. А, не за что. Удачи тебе в новой жизни. Как она там выживет? Придут же новые зомби. Радио свободных не просто передача. Это источник надежды. Так, я последнюю кассету не нашел. Надо будет поползать тут. Побыскивать. Возможно, в каком-то помещении, которое позже откроется. Так, дезертир. Надо попробовать снова это задание. Точка поменялась, кстати. Была вот тут вот. Но все равно не работает. Ну, значит, библиотеку. Ты только не обижайся. Ты круче всех моих знакомых. И каждую ночь не могли нам. Твое упорство и успехи не перестают поражать. Глянем на сегодняшний улов. Льюис Кэрол великолепно передал ощущение дезориентации после падения Алисы в сюрреалистический мир. Иногда кажется, что это я упал в другой мир. Но, к сожалению, это не страна чудес. В сравнении с жуткими порождениями фантазии Говарда Лавкрафта зараженные, это цветочки. Что бы мы делали, если бы внезапно очнулся древний бог? Лавкрафт преуспел в нагнетании чувства страха, что и делает его произведения пугающими. А уж в чувстве страха-то я раз... Кстати, игры по Лавкрафту обалденные. Ну, Колуф Ктулху. Старый, старый вообще шедевр. Как его мимо все пропустили. Игра настолько великолепная была, атмосфернейшая. Ну, есть некоторые ценители, но, в общем, как-то холодно пропустили. А новая игра, которая вышла, тоже вполне хорошая. Только концовка какая-то там убитая. Такое ощущение, что просто обрубили игру. Не доделали. Ну, в общем-то, хорошее. Вообще все мимо пропустили. Почему так? Сбираюсь. Несомненно. Благодаря тебе эта библиотека не имеет себе равных в городе. К несчастью, мест с книгами все меньше. У меня для тебя ничего нет. Но я уверен, нам еще удастся что-нибудь выкопать в этом городе. Вот увидишь. Будь на связи, Эйден. Может, в катакомбах? Я бы не отказался туда сходить. Даже с Талией не поговорим. О, дела. Лекарство дал мне. Первого уровня. Ой, спасибо. Ладно, пойдем выполнять сюжетное задание. Настало время. Там сейчас будет что-то хорошее. Это получается первое задание после открытия электростанции. Фрэнк ожил. Будет радостный. Пить бросит. Наверное. Хе-хе-хе-хе. Судя по всему, захват радиостанции – дело в Пилигринске. В этом нет никакого смысла. Говорят, что у Мэтта большие планы, связанные с Эльдемиратью передачи. Какие? Стоять по стойке смирно два раза в день, пока играет какой-нибудь барабурный марш? Тебя это удивило бы? Даже не шути с такими вещами. Добрый вечер, Эльден. Добрый. Ну, посмотрим на его преображение. Это Фрэнк и Свободный Велидор. Ваш сосед, ваш город. Отныне и навсегда. До новых встреч. Фрэнк, поговорим. Точно, это Фрэнк был на фотографии. В комнате Луан. Слушай, мы с тобой неудачно начали. Спасибо за подсказки в комментариях. Я хочу исправить эту ошибку. Выпей ради меня. Фрэнк, у меня нет времени. Нужно придумать, как найти мою... Выслушай. Вальцу нужно попасть на этот объект в игре, понимаешь? Баб, почему мы должны найти этот телегрима? Он обещал за это целую кучу этих сраных кристаллов. А еще кучу стимуляторов. Теперь ты заинтересован? Это были... Ренегаты. Да. Но как ты... В телецентре раньше заправляли военные. И они не только вели оттуда передачи. А теперь мы можем подслушивать врагов. А как? По всей видимости, Вальц ищет ту же базу данных, что и ты. Но обсерватория вся залита химикатами. Я понятия не имею, как работает эта ВГМ-херня. Но Вальц, кажется, знает. Возможно, обсерватория не единственное место с доступом к базе данных. Это все, что у тебя есть? Пока да. Но если мы подберемся к ним поближе и настроимся на их чистоту, то сможем узнать больше о планах Вальца. Да. Как? Передача, которую ты слышал, была перехвачена возле старой военной антенны в районе верфи, к югу от Марш-Энд-Лейн. Если мы настроимся на чистоту, то будем слышать все, что они говорят. Каждый звук. И ты выяснишь, что задумал Вальц. Расскажи побольше об антеннах. Военные установили их на самых высоких зданиях, чтобы охватить весь город. До них очень трудно добраться, но нам нужна одна, которая находится ближе всего к ренегатам. Если сигнал станет сильнее, сможем прослушивать их разговоры. И что еще хорошо, это ближайшая к закусочной антенну. Ты без труда ее найдешь. Не быстрее ли просто найти Вальца? Не терпится, понимаю. Я знаю, как давит, когда теряешь много времени. Но нужно действовать осторожно. Помни, ты сам сказал, Вальц включил электричество, а потом ренегаты проникли в Сентрал-Луб. Там что-то происходит. Прежде чем в это лезть, лучше собрать как можно больше информации. Так, думаешь, Вальц отправил ренегатов в Сентрал-Луб? Ну, раньше полковник удерживал их на поводке в своей крепости. Но в последнее время попадаются какие-то дикари. Какого хуя? Что изменилось-то? Один миротворец сказал, Вальц ищет что-то под названием... Икс-13. Впервые слышу. Не верю. Хе-хе-хе. Что-нибудь еще скажешь? Да, кстати, глянь на плакат, Эйден. Ночные бегуны следовали этому девизу, жили под ним. Раньше я думал, что мы разорваны на части, как этот лист бумаги. Но девиз все же что-то значит. Увеличишь радиус действия, я смогу связаться с теми, кто остался от прежних бегунов. Кто-то еще точно жив. Понятно. И это для тебя очень важно? Не только для меня. Для всех. Но не хватает важной части. Знаешь, почему я храню этот плакат и не выбрасываю? Из-за Лаам. Когда я впервые ее встретил, ей было лет восемь, может, девять. Она едва дышала. Выглядела так, будто год не ела. И пыталась помочь каким-то детям вернуть украденный у них кристалл. Вор угрожал им ножом. Был вдвое больше их, сильнее. И она прыгнула на него. И так укусила за руку, что его виск было слышно за пределами старого Вилли Дора. После этого она отдала кристалл одному из мальчишек. И ушла, ничего не попросив взамен. Она могла не рисковать. Я смотрел на нее и думал. Это все, что у нас осталось. Мы люди. И иногда боремся друг с другом. Каждый сам за себя. Или, несмотря ни на что, мы можем постоять друг за друга. Тогда я и написал этот девиз. Маленькая девочка помогла бегунам стать теми, кем они были много лет. И если мы хотим возродиться, без нее нам не справиться. О, как хорошо загнул ты. Смотри-ка. А, Фрэнк Мудерый, мужик. Правильно я сделал, что я его выбрал. Зачем вам она? Видишь ли, она крутая. Даже через... Я ее учил. Помогал залечивать раны, но не смог залечить главное. Обиду. Она воздвигла вокруг себя стену и не может избавиться от гнева. А этот гнев способен ее поглотить. Я знаю, знаю. Чья бы корова мычала, да? Не мне тебя судить, Фрэнк. Спасибо. Луан просто одержима своим списком жертв. Она должна отпустить былое. Иначе это ее убьет. Будем надеяться, она справится лучше меня. Но Эйден должен достучаться до нее. Войти в ее круг доверия. Я думаю, он уже на верном пути. Много у Луан демонов? Их не сосчитать. Но главный из них сам Сатана. Ты о Хаконе? Знаешь его? Да, мы знакомы. Все началось с идеи захватить телецентр. Хакон выступил против. И Киллиан его поддержал. Как он сказал, это самоубийство. Но я знаю, уебок просто струсил. Вот так вот. Он казался мне способным ночным бегуном. Я считал, что у него есть задатки лидера. Но он нас кинул. Прежде чем сбежать, он разорвал этот плакат на части, а вместе с ним и ночных бегунов. Блядский трус. Он даже плевкал, а он не достоин. Да, что-то я разошелся. Надо собраться. Мне не верится, что все так просто было. Что-то с Хаконом произошло. Хакон убил Лукаса. У него есть яйца. Конечно. Это не его яйца, а вальца. Хакон просто его ручной пес. Сидеть, лежать, фас. Верно. Кастрированные псы гораздо послушнее. Точно. Ну вот как? Ладно, мне пора. Займись антеннами, я на связи. Ты напоминаешь мне Лоан. До того, как она стала одержима своим списком. Я послушаю, о чем болтают ренегаты и узнаю, что задумал Вальц. Обещаю. Я бы хотел Хакона встретить, поговорить с ним. Добрый день, Велидор. Фрэнк вернулся, и у меня для вас потрясающие новости. В закусочной есть одеяло, еда и питьевая вода. Все нуждающиеся, обращайтесь к Николасу. Оставайтесь с нами, и я опять вернусь с посланием надежды. А пока наслаждайтесь музыкой. Да, радио большое дело. В таком-то мире. Вообще, мне это место нравится. Какое-то оно, знаете, доброе, домашнее такое. Почему-то этого персонажа не раскручивает никак. Он просто стоит за стойкой и все. Сделали бы хотя бы задание, конь с ним. Ты же бармен. Я бы по-любому как-нибудь использовал его. Эй, ты уже давно с нами. Загорайте, да? Так, ну что ж, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел благодарствую, до встречи. А я поищу последнюю кассету. Вон! Или это граффити? Бля, хомуха. Зараза! Сейчас залезем туда. Ну что-то там есть точно. Кассета, вот она. Наконец-таки. Дневник Фрэнка Марви номер два. Аудиодневник Фрэнка Марви обращенный к его погибшей жене. Во второй записи Фрэнк рассказывает о миссии в стиле башни в Вен-Си и прекращении существования ночных бегунов. Привет, лобуль. Давно от меня не было зесточки. Да. Занимаешься садом. Ты забывала обо всем, когда с ним возилась. Легко было подкрасться и схватить тебя в охапку. Да, из-за ноги бы у меня сейчас так не получилось. Слушай, лобуль. Была идея, как вернуть надежду людям. Отрезанным друг от друга. Мне нужна была лишь башня Вен-Си. Думал, сможем ее хакнуть. Но все, кроме меня, все, кто пошел, погибли. Ночным бегунам конец. Да. И все из-за блядского хакона. Начал мне втирать, что этот план самоубийство. В ночь перед заданием начал до меня докапываться. У всех на виду. Я сказал ему съебаться. Я же не думал, что он и правда уйдет. Мы и раньше спорили. А он ушел. И Киллиана против меня настроил. Надеялся, что я отменю задание. А я не отменил. Внутри башни оказалось дохуищей твари. Куда больше, чем мы рассчитывали. Мы могли всех объединить. Всех. Даже миротворцев. Но это лишь доказало Мэтту, что мы торчки и неудачники, как он и говорил. Все, за что я так сражался. Ночные бегуны, надежда для людей, союз фракций. Все пропало. Ну, тут получается спорно. Может, хакон и был прав, а с другой стороны. Может, ему стоило быть до конца верным. Справились бы они, если бы хакон с ними пошел. Вот вопрос. Ну, теперь точно конец серии. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok